так друзья сейчас я вам дам быстренький такой отзыв на эту замечательную машину а машина действительно замечательная важный момент на кайманах я никогда не ездил я ездил на карьере ездил на естественную турбовесе у меня был ну такой можно сказать принципе длительный тест вот на каймане опыта езды не было машина очень интересная довольно громкая то есть здесь у меня сейчас включен вот здесь вот можете видеть спорт открыты заслонки а это среднемоторный спорткар соответственно здесь даже полном стоке ты в принципе все время слышишь мотор вот но друзья насколько эта машина божественно рулится да здесь мало сил здесь их объективно как бы немного 300 задний привод но блин ты стоишь на дуге на 120 и абсолютно никаких проблем вообще да и все время в дубае надо ездить с этой штукой потому что если ты будешь ехать не с ней то каждое превышение до 600 дирхам ну 600 на 20 умножьте как бы и соответственно у вас будет понимание местных штрафах нарушать очень сильно не рекомендуется робот кстати прекрасно работает быстро щелкает выбрал машинку я не случайно сегодня еду обновлять себе визу для этого нужно выехать другую страну соответственно вам он вот и вам они можно будет ну как только ты выехал там поставили тебе штампик далее ты даешь отмашку компанию которые будут выпускать визу и там тебе делают соответственно новую визу сразу же то есть можно даже не заезжать в оман просто туда-обратно в буферной зоне постоял и все с кайфом есть немножко участки без камер вот как здесь соответственно можно немножечко чуть-чуть вообще себе где-то позволить подвигаться минимально без таких особо жестких нарушений плотненький поток можно было бы повышевать но учитывая что я буду это выкладывать на youtube и так как я в дубае в данный момент живу лучше особо всякие там штуки такие нарушениями не делать о так это у нас м4 м4 кабрик замечательно это хороший конкурент намного более быстрый но рубиться мы с ним наверно не будем потому что это все не надо здесь ну хотя нет там дальше будет участочек может быть чуть-чуть попробуем так камера чай в отличие от бмв здесь нельзя просто поставить кнопочку лим и чтобы он ехал не выше чем определенная скорость к сожалению здесь можете видеть такая вот на чугуне на чугуне вот человек едет ну ладно не будем устраивать гонки всякие тут прекрасно конечно рулится ну как бы блин сейчас еду по прямой просто до этого были дуги и на поворотах на дугах он стоит хорошо также будем ехать вдоль побережья там будет принципе что ну что рассказать плане рулежки можно будет хотя бы куда-то чего-то минимально почему-то я например говорил что порше в питере не нужен а потому что большая часть у нас езды это езда там какой-то московский проспект и так далее такая просто ты фигачишь прямо и соответственно ну как бы никакого смысла вот это вот супер рулежка не нужно в шашках да приятно но я бы не сказал что у нас такие уж ультра супер шашки где бмв м5 например не хватает понятное дело что на такой технике ездить в разы приятнее естественно естественно тут как бы говорить даже не о чем это понятно очевидно и так далее еще кстати у них если ты начинаешь активно двигаться в шашка кто-нибудь может позвонить 911 сказать твой номер он вернее тут у них 999 менты вот и сказать что ты типа тут это самое что-то шашкуешь дергаешься в потоке и так далее поэтому здесь мы кстати въезжаем в такой найти классический арабский район как видите никаких небоскребов здесь нет старые вот эти все постройки такие абсолютно то есть ну знаю там в ране наверное в каком-нибудь условном примерно также можете наблюдать архитектуру то есть не весь дубай он такой как вот на фотографиях на вот эти центральные места бизнес-бэй дубай марина где всякие мол и дубай он как бы разный камера здесь у нас а это в жопу стреляет замечательно двухсотая цешка думает что она тут гоночной мать ее болит ну немножечко немножечко подвигаемся вообще вспомним как мы ездили то по петербургу по каду все уже давно забылось но руки помнят так нет нам не сюда главное чтоб меня камера не въебала было бы очень печально но здесь конечно шишковать это просто великое удовольствие а здесь какой-то fj cruiser гоночный быстро едущий камера в отличие от россии здесь очень приятный есть момент что все время предупреждает тебя камерах они вроде как но по крайней мере в контексте города все отмечены соответственно шансов налететь на камеру и в принципе довольно немного за городом там уже картина меняется ну легко ему конечно все дается несмотря на то что 300 сил абсолютно не испытываю какой-то нехватки в тяги то есть ну да он помедлене наверное в 90 но абсолютно ноль проблем вообще при этом он естественно меньше соответственно и соответственно если надо повышевать там прямо совсем так активно подвигаться то на нем двигаться поприятнее классическая поршевская тема да тебя она все время навигация предупреждают потому что если ты профукал какой-нибудь съезд то будет очень долго возвращаться куда нужно классическая поршевская тема что если еду спокойно то у меня соответственно вот это вот висит вот здесь вот это бог с ним принципе едем активно поэтому наплевать сейчас камеру проедем можно нормально будет двигаться вот это кстати обратите внимание ряд слева это если например там скорая или пожарная какая-то там ну или полиция вот соответственно ряд для них у нас бы конечно все носились по этому ряду вот здесь видно люди собственно видимо и двигались по нему потом стукались в отбойник классика так здесь опять 100 ограничения ну в принципе я наверное тут какие-то моменты может быть с шашками чуть-чуть подсниму если будут и уже буду снимать побережье там хотя бы красиво потому что здесь когда ты как бы просто едешь прямо особо наверное рассказывать и нечего и как дальше камер много видите все в камерах ну короче пока выйду из эфира встретимся уже когда на побережье буду включу обратно